православный мир сегодня отмечает большой праздник крещение с этим праздником связано много традиций одна из них это купание в проруби на связи отец виталий все подробности у него отец виталий здравствуйте здравствуйте доброго дня и с праздником крещения господня спасибо спасибо взаимно отец виталий насколько важен этот праздник для православного человека люди православные прежде всего связывают этот праздник как праздник который проходит недалеке от рождества определенно тоже в ожидании каких-то определенных чудес эти чудеса происходят на богослужение каким образом люди которые посещают храм которые готовят себя ко встрече этого праздника они исповедуются они причащаются потому что 18 января день накануне крещения господня он является постным и в этот день многие люди стараются прибегнуть к таинству святого причастия таким образом очистив и укрепив себя и подготовив себя к празднику крещения господня крещение господня это еще одно напоминание что господь иисус христос пришел на землю для того чтобы исполнить закон они для того чтобы его нарушить тем более что праздник крещения господня каким он был две тысячи лет назад он практически был на рубеже ветхого и нового завета и естественно нам на сегодняшний день еще вновь и вновь демонстрируют необходимость соблюдения закона как духовного закона так и светского отец виталий вы скажите вот то что человек в крещенскую ночь искупается в проруби действительно ли смоются все грехи так это или нет духовенство наверное уже неустанно много лет повторяет о том что купание в проруби это есть только традиция это не есть не закон и естественно просто купание в проруби она может представлять определенное какое-то языческое действие если она не совершается вместе с молитвой в ранние года мы совершали освещение водоемов и вместе с молитвой большое количество людей как бы окупалась стараясь совершить то что совершил христос но вновь напомню о том что очищение души человека может быть только при помощи своего собственного труда это поста это покаянных трудов и молитвы и святого таинства причастия поэтому всех всех призываю перед тем как совершить свое омовение в купеле попаститься помолиться исповедоваться причаститься ну и завершение уже совершить искупание в купеле в этом году мы помним что купелей как таковых не будет поэтому каждый может дома кто живет в частном доме выйти просто облиться ведром воды просто для совершения такого подвига правду говорят что в этот день вся вода освещенная конечно не зря церковное песнопение начинается со слов что днесь освещается все водное естество но человеческий человечество устроено так что в церквах освещается совершается освещение воды для того чтобы видимым образом свидетельствовать о той божественной благодати которая снисходит в этот день на всякое водное естество и естественно мы с вами знаем что вода освещенная в храме она не пользуется годами главное чтобы мы достойно хранили воду в красном углу там где совершается наша с вами домашняя молитва отец виталия мне всегда было интересно для чего вот эту воду можно использовать освещенная вода используется людьми для того чтобы пить ее натощак утром для того чтобы благословлять свои жилища для того чтобы благословлять людей которые болеют каким-либо недугом для того чтобы окроплять свои огороды окроплять скот который имеется у людей окроплять саженцы которые есть вообще освещенную воду можно использовать на всякий случай который требует благословения господня главное чтобы освещенная вода хранилась нами в нашем красном углу то есть там где хранятся и наши иконочки и где мы совершаем свои молитва слове отец виталий завершающий вопрос как будет проходить богослужение на крещение в этом году богослужение каждому празднику двунадесятому каковым является богоявление господним начинается за неделю до самого праздника и хотел бы отметить что уже во вчерашний день 18 января во всех храмах читались царские часы это особое богослужение в древние времена участие в которых принимали императоры и цари и уже в сам день празднования крещения господня он начинается с божественной литургии и совершается чин великого освещения воды такой чин совершается всего два раза накануне 18 января и в сам день праздника 19 января естественно в этот день также большое количество людей старается прибегнуть и к исповеди и к причастию для того чтобы очистить свое тело и очистить свою душу заложить благо на предстоящий год ну мне кажется нужно напомнить еще нашим гражданам что все санитарные требования кто их не отменял это тоже будут соблюдены на крещение естественно во всех храмах при встрече всех обрабатывают руки смотрят чтобы все люди были в масках для того чтобы соблюдалась и социальная дистанция для того чтобы была польза и духовная и чтобы наше телесное здоровье безусловно так же оставалось безопасно спасибо огромное за то что были с нами мы вам желаем крепкого здоровья и надеемся до новых встреч всего доброго и с праздником до свидания спасибо а мой друзья в бассейн а нет а шаповаленко на этот раз решила стать гидом по водным аксессуарам и так смотрим